Привет, мои хорошие! Сегодня у нас пятница, сейчас мы едем с Джейчиком хайкить. Не знаю, буду я там снимать или нет, он не любит, когда я снимаю во время хайка. Так что будем заниматься здоровым образом жизни, хотя у нас, в принципе, не какой-то там нездоровый образ жизни. Но, да, будем теперь снова начинать хайкить. Сегодня у нас 32 градуса жары. Сейчас на данный момент 23, поэтому поедем, пока можно еще как-то терпеть эту жару. Да, все, в Калифорнии уже очень-очень жарко. Ну, не то что в Калифорнии, у нас главное, в Лос-Анджелесе. Например, в Сан-Франциско там намного прохладнее, чем у нас. Просто, как тебе, Заш, как тебе, Самара. Просто берите такое. Но, да, так, 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 так. Сан-Франциско там намного прохладнее. Субтитры делал DimaTorzok 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 А вот их туб Но снимать я там ужин не буду Субтитры делал DimaTorzok все возвращаемся три часа там пробыли поели пиццы выпили пивка ну знаете американцы они делают обычные семейные американцы они не заморачиваются напитки пиво капкейки торт в принципе что еще детям нужно для нас взрослых что напитки пиво у них там были и другие алкогольные напитки вот для детей пицца торт капкейки игры что еще надо потом они получают вот такие гути принято давать у летчик такой с подарочками с гостинцами типа дня рождения но время уже 6 46 мы пришли где-то 5 готовлю салат будем ужинать уже поздно поздно я не знаю я хотела пораньше а муж говорит давай я буду на гриле приготовлю рыбу я не хотела чтобы он готовил потому что я знаю что он пока вот все сделает во дворе ему вечно надо что-то делать во дворе всегда всегда находят себе дело там у себя цветы поливают хотя у нас автоматом все поливается но находит что поливать ну вот эти у нас в горшках тоже есть всякие растения сейчас вот приготовлю салат добавляю огурцы и тут у меня рукола красный болгарский перец кстати у нас хаят это праздник всех мусульман всех мусульман поздравляю с курбан хаят счастья и мир вашему дому мои хорошие я прочитала все ваши сообщения мои хорошие спасибо вам за поддержку мне было очень приятно здесь я чувствую час нормально но я что-то в себя не могу прийти после того после той ночи и сегодня прям не знаю еле вот у меня глаза открыты потому что вот мы только две ночи спали после этого после происшествия и вот все эти две ночи я постоянно просыпались и смотрю на него постоянно просыпались такой вот салатик я добавлю туда через оливковое масло чуть из бальзамического уксуса лимонного сока такая мне будет заправка вы знаете я его посадила на диету и мне кажется что вчера все-таки когда мы смотрели фильм он сюда пришел и он на 10-15 минут пропал потом я пришла вот этот пирог который зубра вчера нам принесла он был отрезан больше чем это кофе кей но он безумно вкусной и вот мне кажется у него вчера отрезал вот он не говорит это в принципе диета эта фигня нужно заниматься в зале вот он сейчас записался в интенсивную тренировку вот прям очень интенсивную тренировку с тренером и это мне поможет но он не хочет вот так вот прям жестко диету держать то есть он говорит все нужно в меру есть кстати вчера когда приходила это я забыла кое-что вам сказать надо было с ним записать такой репортаж и дай был вот такой он был 300 килограмм 300 или сколько ну 300 по 150 килограмм может даже больше ящик я сейчас не помню но вот такой он был огромный но он реально похудел бы это я видели и я хотела что он знает всю диету и вообще не только диета а весь подход к похудению кстати у него вот это об не тоже было одно и да на русском но на английском об не вот это тоже было у него и после того как он похудел он вот оказался тоже лежал с маской очень ему это помогало но когда он похудел ему уже не надо было этим заниматься но с этой маской спать что вы думаете он так интересно это рассказывает он на следующей неделе наверно к нам приедет потому что 3 3 мая 3 мая он улетает в израиль и до этого он будет тут поэтому я обязательно сниму с ним репортаж я думаю вам всем интересно реально результат есть да я вам покажу фотографии доли как ему какой стал сейчас и фотографии которому как какой был до вы не узнаете вы ни за что не узнает и тайну это и так но вы знаете взрослого человека невозможно заставить что-то делать даже ребенка порой не смог не может оставить и вот я ему говорю не нужно не надо это не ешь не но знаете это не то что он сам лоб прям так питается плохо да нет я готовлю здорово здорово пищи он но может кусочек там печенье съесть или там мороженку съесть но это даже нельзя когда-то хочешь похудеть ну ну видите у меня не слушает у меня не слушает он говорит вчера он не говорит у тебя что есть медицинское образование покажи свой свой диплом с чего ты решила что это тогда например где твой диплом даже врач так сказал зачем тебе мой медицинский диплом врач тебе это сказал и когда человек сам не хочет или не готов это делать все-таки ты не можешь ничего сделать но я все равно стою на свое вот все равно стою все равно смотрю но посмотрим насколько это хватит моя свекровь она столько раз меня благодарила говорит спасибо что ты была с ним спасибо что ты так заботишься о нем я говорит благодарна очень благодарна судьбе что ты его жена что он встретил тебя и она мне такие красивые слова написала очень красивая и еще так много много что она говорит я очень тебе благодарна ты сама мать и ты сама понимаешь что твой ребенок не важно сколько ему лет но он будет твоим ребенком и поэтому давайте как мать спокойно что он с тобой мне было приятно я говорю конечно я выжена кто еще должен быть рядом с ним да это понятное дело вот но тяжело с моим мужем управлять очень тяжело то есть он очень упрямый поэтому это не тот мужчина который делает то что вы говорите и поэтому мне будет немножечко трудно сажать его на жесткую диету ну я вот сейчас вот красная рыбка ужин то ладно ужин то я его кормлю хорошо а потом возле ужина начинается вот эти десерты понимаете вот готовит старается дейти к старой кусочек отломила забыла вам показать кожа вы такой у нас уже салатик брокколи и рыбка рыбка очень вкусная мужа тоже самое и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok